Приветствую вас в проекте 24 вопроса. Гость программы Чрезвычайный и полномочный посол Молдовы Беларуси Виктор Сарачан Виктор Сарачан Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь Окончил Кишиневский государственный университет и Российский экономический университет имени Плеханова Занимал пост вице-мэра второго по величине города Молдовы Бельцы Возглавлял финансово-экономическое управление Бельского уезда Дважды избирался в парламент страны Был членом парламентской комиссии по публичному управлению Региональному развитию Окружающей среде и климатическим изменениям Возглавлял Бельскую организацию Партии социалистов В апреле 2017 года назначен послом Молдовы в Беларуси В этом году 25 лет двусторонним отношениям Между нашими странами Если подвести черту Подвести предварительные итоги Как бы вы охарактеризовали сегодняшний уровень наших двусторонних отношений Насколько велик потенциал в будущем Что мы не используем Где мы должны больше проявлять инициативу Вы знаете, если итоги подводить Я бы полагал, что нужно все-таки пройтись по каким-то этапам наших отношений Потому что в целом Это были всегда дружеские хорошие отношения Не было у нас периодов Каких-то войн Холодных, горячих К счастью Поэтому внешние С точки зрения дипломатии Они были всегда относительно ровными Если оценивать их с точки зрения Экономики Здесь, конечно, были какие-то взлеты Были падения Если вот, к примеру, скажем 15-й год Товарооборот между нашими странами Составлял более 400 миллионов долларов То 16-й год 220 Почти в два раза меньше То есть резкое падение Которое обуславливает Наверное, и отношения между странами В какой-то степени Это не значит, что мы там поссорились Или у нас охладили отношения между нами А значит, где-то какие-то недоработки Есть в части наших бизнес-проектов Молдова сегодня, как и Беларусь Проводит многовекторную политику Несмотря на то, что подписано соглашение По ассоциации с Европейским Союзом Проводится интеграция с Евразийским Союзом И какие-то соглашения тоже рассматриваются И инициативы проявляются То есть, ну, в этом направлении Молдова сегодня многовекторна Я вас сейчас, обижая все регионы Везде пытаюсь понять В чем дело, почему это падение Что происходит? Повторяю, что у нас нет проблем в общении Мало того, у нас один язык Мы понимаем друг друга очень хорошо У нас, если даже есть какие-то взгляды Разные на политические мотивы, скажем так Потому что Молдова подписала соглашение По ассоциации с Европейским Союзом Беларусь является членом Европейского экономического союза Это не значит, что между нами Есть какие-то такие существенные разногласия О взгляде на двусторонние отношения Я полагаю, что вот в этой ситуации Мы должны извлекать вегоды каждой для себя Молдова, в частности, страна небольшая И, ну, девиз должен быть таким Что Молдова должна быть там, где есть ее интересы Мы не можем влиять на мировую политику Какая маленькая страна Да, мы находимся на перепуте востока и запада Мы говорим с Евросоюзом сегодня Но это не значит, что какой-то антагонизм Должен быть к странам восточного партнерства К странам Европейского экономического союза Поэтому вот эти вот отношения Выстраивает на фоне ДИП отношений Очень важно для того, чтобы мы из всего этого Какую-то выгоду извлекали Если говорить о торговых отношениях двух стран Я думаю, что нужно отходить немного от стереотипа Про своей торговли Приехал, продал, уехал, опять что-то взявилось, продал Надо, я об этом говорю, когда бываю в регионах Надо все-таки, на мой взгляд, больше работать По схемам кооперации двух стран По совместным предприятиям И таких, и примеры уже есть, кстати Мы сегодня успешно собираем белорусские троллейбусы Белкуммаша в Кишиневе Сегодня в Гагаузии собираются трактора Малого типа МТЗ белорусского Есть другие наработки, которые предполагаются В ближайшее время для реализации Поэтому это один из моментов, которые, я уверен, дадут свой результат Ведь троллейбусами нашего заинтересовалась Румыния сегодня Это член Евросоюза Значит, мы имеем возможность, создав троллейбус Или собрав его троллейбус в Кишиневе, в Молдове Продать как совместный продукт уже в стране В третьей стране, в частности, в стране Евросоюза Что касается этой стороны, такая же ситуация У нас есть сырье, которое можно перерабатывать здесь Скажем, тоже детское питание, другие продукты Конечный продукт, который будет иметь и новую добавленную стоимость И продавать в третьи страны Или же в тот же Евросоюз, где имеет преференции Беларусь Которых не имеем мы сегодня Поэтому вот эти взаимоотношения на почве экономики Конечно, они должны определять в плюсовом значении И отношении двух стран Что касается политических вопросов Я не думаю, что есть смысл сегодня об этом очень глубоко говорить Потому что нет у нас, повторяю, очень больших разногласий Тем более, что Беларусь сегодня относится к многовекторной экономике Очень, скажем так, открыто И к тому же Евросоюзы Да и надо торговать со всеми странами Надо жить хорошо со всеми странами Да, какие-то есть, возможно, разногласия По видению того или иного векторов развития Но я полагаю, что и Молдове тоже нужно подумать очень хорошо Что не противоречит, скажем, любой другой акт, заключенный С другим обществом экономическим Тому соглашению, которое есть сегодня с Евросоюзом То есть это абсолютно не исключает, не взаимоисключает одно другое Вхождение в другой вектор экономики Оно где-то более успешно, где-то менее успешно Но оно есть, и это правильно, это нужно У нас традиционные рынки с Российской Федерацией, со странами СНГ На протяжении многих лет мы были вместе И поэтому эти традиционные рынки мы не должны исключать ни в коем случае Мало того, у нас только в России работают более 500 тысяч человек Поэтому этот фактор, конечно, не может быть незамеченным И мы не имеем права сегодня ссориться с одной или с другой страной А наоборот, нужно отношение налога для того, чтобы можно было обеспечивать нормальную жизнь стране Если мы не можем создать необходимых рабочих мест у себя Люди находят эти рабочие места сами То есть нужно только создавать или пытаться создавать те условия Которые будут и способствовать их нормальному проживанию там, где они есть Поэтому оценивая эти отношения или подведя им итог сегодня, 25 лет Однозначно можно сказать, что они хорошие, дружественные, поступательные отношения В части развития взаимовыгодных контрактов, выгодных связей Да, у нас есть сегодня немало вопросов, немало пробелов во взаимоотношениях В июле месяце обсуждался сегодня вопрос очень серьезный, касающийся белорусов и молдаван По социальной сфере у нас есть очень большая проблема Ведь платная медицина есть сегодня и в Молдове, и в Беларуси Граждане, которые проживают в Беларуси сегодня, молдавские граждане Работают легально, оплачивают все социальные взносы в социальные институты Беларуси Но никак не могут пользоваться медицинскими услугами Это нелогично и, наверное, неправильно Поэтому был вопрос поднят на этой встрече Дано поручение одной и другой стороне отрабатывать возможный договор для заключения Как для Молдаван, так и для Беларуси И да, конечно, идет речь о легальных трудоустройных людях, которые уплачут налоги Которые имеют право, в принципе, на те же услуги медицинские, как и граждане той или иной страны Чем живут сегодня молдаване в Беларуси? И как они поддерживают связь со страной? Чем занимаются? Вы, ну, тоже, наверное, часто встречаетесь, общаетесь? Да, диаспора у нас порядка трех тысяч человек в Беларуси Это те, кто имеет постоянный вид на жительство в Беларуси Достаточно активное, скажем, такое есть ядро этой диаспоры Потому что они так расположены по Беларуси Ну, примерно одинаково, скажем, по 300-400 человек в каждом регионе В Минской области их немножко больше в Минске, чем в других регионах Очень активно диаспора у нас Есть свои творческие коллективы в диаспоре Есть свои поэты, которые пишут стихи И о Беларуси, кстати, и о Молдове Мы недавно проводили мероприятие, связанное с Днем независимости Молдовы Я пытаюсь вовлечь их как можно больше во все мероприятия Причем ни одно мероприятие, касающееся молдавских праздников Не проводим мы посольством отдельно, диаспору отдельно Значит, они приглашаются в посольство Мы разрабатываем вместе сценарии Мы отрабатываем вместе программу И потом, естественно, вместе и празднуем Что получается очень хорошо Поэтому вот эта связь с Родиной через посольство Она есть И я думаю, что дальше мы будем это продолжать И, может быть, еще более глубже Вот сейчас при помощи диаспоры Кстати, проводим эту акцию По выявлению наших погибших в Беларуси Погибших молдаван во время войны Один из основных моментов Который мне приятно было услышать Я спрашиваю постоянно об этом их Какие проблемы есть в Беларуси Говорят, что живут они в Беларуси как дома Им хорошо здесь, очень комфортно Они не чувствуют совершенно различия Между жизнью дома и здесь Да, тоскуют по-моему, в земле Это естественно Там дома остались Там остались родственники Там могилы родных и близких Но комфортно жить здесь Позволяет им, скажем так Жить полноценно в Беларуси Есть люди, которые здесь уже живут Более 30 лет Кто-то 2-3 года Более молодые люди Но вместе с тем, что меня очень приятно удивляет Что вот эта коммуникация между молдаванами и белорусами Очень выражается в такие хорошие дружеские отношения Я вот смотрю, когда мы праздновали праздник День независимости Молдовы Здесь в Беларуси Когда составляют программу и сценарий Меня спрашивают А можно пригласить белорусов на наш праздник? То есть они имеют друзей С которыми готовят какие-то номера совместные С которыми стихи пишут о Молдове Белорусы, которые влюбились в Молдову И тоже очень интересуются Молдовы По-другому быть не может И повторяюсь, мне очень приятно Что им комфортно живется в этой стране Там Белоруси достаточно много выращивают винограда Вы, наверное, видели и пробовали белорусский виноград Хотелось бы поинтересоваться Чем он отличается от молдавского И какие шансы есть в плане продвижения Как можем далеко мы развиваться В плане выращивания винограда Ну, в основном этот виноград, конечно, идет на столовое употребление Потому что для вина Пытается белорус делать вино из него Но того качества, которое есть в Молдавии Естественно, не добиться Повторение, потому что не хотят белорусы Или потому что не умеют А потому что таковы климатические условия Но то, что белорусы занимаются виноделием Виноградовством Это очень приятно Я когда был в Гродно, когда был в Бресте Мне там показывали виноградники Да, довольно-таки Такие хорошо ухоженные Интересные сорта Но не вызревает он Только потому, что нет здесь Тех погодных условий Солнца этого, которое есть в Молдове Несмотря на кризисы Какие-то перипетии, которые были Удалось ли им в Молдове сохранить свои виноградники Насколько сейчас рынок производства винограда велик И им конкурентно способен Вы знаете, как ни странно Нам очень помог или помогло эмбарго российское Которое было наложено в 2006 году Это продолжалось буквально где-то лет 6, по-моему 7 Продуктом, который был до эмбарго Просто дальше выйти некуда Поэтому очень серьезно был Пересмотрим подход к посадке виноградников К переворужению винзаводов Где внедрились очень серьезные новые технологии И вложено огромное, огромное средство В технические переворужения заводов В плантации новых виноградников Поэтому Да, какой-то отпечаток наложился Вот, если вы помните Была эта знаменитая Протеалкогольная компания Нет худа без добра Тогда, конечно, были какие-то перекосы Но прошло время И сегодня я могу сказать Что виноградники Молдовы Сегодня очень полезные Большие площади Это сорта Отобраны те, из которых изготавливается высококачественное вино Конечно, это семья Это работа Это учеба Это повышение профессионального Качества личного Поэтому Пусть слова Как-то звучат немного пафосно Да, но это так Жизнь Сохранить эти добрые отношения между нашими двумя странами Это первое И второе Надо максимально Сделать все возможное Чтобы То, что мы сохранили до сих пор Оно Было увеличено Во много раз Ну, в первую очередь Принципиально Хвалить себя, что я хороший Я не могу Это пусть Оценивают другие Но принципиальность Усердие В работе И очень важное качество Что я, как правило, довожу дело до конца Все же я начал сослужить народу О том, чтобы наш народ Прекрасный молдавский народ Жил достойно Тому, какой он есть Основным Я полагаю Это все же работа с людьми Она получается неплохо Люди понимают Чего я от них хочу Или что я им объясняю После беседы со мной Люди уходят Довольными тем Что встречаются И тем Какие ответы они получают Даже если, может быть, ответ и отрицательный Но он честный Он прямой ответ Без вот этих вот увиливаний Потому что люди, как правило, этого не любят Ну, прежде всего Это честность в дружбе Потому что Если ее нет Это не дружба Это просто знакомство Вы знаете Очень важно Чтобы эти чувства были взаимны Потому что Если это одностороннее чувство Называть как угодно Любовь Хорошее отношение Оно не будет иметь Вот Той значимости Которая нужна человеку В первую очередь Для человека По-моему Счастье Это семья Это все Да буквально все Потому что Невозможно говорить о родине Правду И болеть О ней Если ты не патриот своей родины И своего народа Поэтому Ответ однозначен Порядочность Прежде всего Канал интересный Он Как вам сказать Какой-то Не совсем сложный И жизненный канал Интересные есть передачи Которые Отражают Жизнь Особенно белорусов Виктор Васильевич Вы относительно Недолго в Беларуси В качестве Дипломата Ководителя Дипмиссии Это ваш Был первый визит В нашу страну Либо вы уже о Беларуси До того знали Достаточно много Много нет Я последний раз Был в Беларуси В 1997 году То есть 20 лет тому назад Впечатляет первое Что Это что работают Практически все предприятия То ли это агропредприятия То ли это промышленные предприятия То ли это сфера услуг Практически все Все находится в движении Первое Второе Я побывал На многих Агропредприятиях Агрохозяйствах Вот эти Вопросы Переснащения технического Особенно В области Переработки Молокозаводы Мясокомбинаты Куда появляешься И видишь Что везде Новое оборудование Какие-то новые технологии Стоят новые линии Переработки Это Это приятно Удивляет Именно сегодня Потому что Провести Такую масштабную Работу По перевооружению Эти предприятия Это очень серьезно Это огромные деньги И вместе с тем Это есть И это приятно Удивляет Из того Что видел я тогда И то что видел я сегодня Ну Разница очень большая Очень много Интересного Это новые кварталы Это другая Беларусь Это другой Город Минск Хотя В то время Еще многое оставалось От Советского Союза Скажем так Инерционных Остатков Того Времени Но Сегодня Это Очень красивые города Причем Я Приятно Отмечаю Для себя Что Куда бы я ни поехал В регионы В районы Нет ни одного города Похожего Один на другой Все разные Имеют какой-то свой колорит Имеют какую-то Свою особенность Павруська Это один Мозырь другой Гомель Это совершенно другой город В Бресте Вообще Меня удивила Одна ситуация Есть одна Пешеходная улица Где Уже более Двухсот лет Фонарщик Каждый день Зажигает фонари Ходит с карасиновым Бачком Поднимается По лестнице Наверх Зажигает фонарь И каждое утро В 7 часов Он тушит Эти фонари Вот И он еще является Официальным работником В мэрии Бреста Очень важный факт Что белорусы Очень чтят Историю свою Память о тех Временах Прошлых Это то ли Столетняя давности То ли Тысячелетняя давность Вот недавно был Юбилей Полоцка 1155 лет Это тоже Событие было Очень интересное И вот эти факты Которые остались С тех времен И до сих пор Они свято хранятся Это очень важный момент Это значит Народ помнит Свою историю Народ Естественно Будет иметь Будущее свое Разно помнит Историю свою Очень много музеев Которые Я стараюсь посещать По мере возможностей Добывая в регионах И в других городах Это музеи Исторические Это музеи Этнографии Это музеи Великой Отечественной войны Особая память о войне Очень-очень приятно Очень много Вещей Которые напоминают О том времени Да Это Главный музей Естественно Это в Минске Я был в этом музее Где очень много Много интересного Много истории Сейчас мы запустили Один небольшой проект Скажем так Ну он не проект А вот такая идея Мы собираем Где есть В каких городах В каких местах Погибшие молдаване При защите Белоруссии Освобождение от фашизма Кое-что уже нашли И я полагаю Что после Какого-то Периода Когда мы уже Закончим эту работу Будет отобрана земля С этих могил И договорились С храмом-памятником В Минске Чтобы заложить Капсулу С этой землей Из этих мест захоронений В крипту Этого храма-памятника То же самое Кстати Мы делаем И для белорусов В Молдове И эта же капсула Будет доставлена В Беларусь И также будет Заложена В крипту Этого храма-памятника Это память О наших погибших Это память о войне Это священная память Мы не должны забывать О том, что было Поэтому я полагаю Что этот момент Будет воспринят И молдаванами И белорусами Достоин Где бы я ни был Везде Получая очень теплый прием Понимание очень большое В том, что нам нужно Дальше дружить И дружить более тесно Есть один факт Который настораживает И на котором Будем работать сейчас Это Очень мало информированности Белорусов О молдаванах И молдаван О белорусах Я это практически Чувствую В каждом регионе В каждом коллективе Куда бы ни приезжал Я Даже о бизнесе Очень мало Знают бизнесмены Те, которые работают Несколько лет Между собой Они, естественно Имеют какую-то информацию Но приезжая Новые бизнесмены Это Вакуум очень серьезный При этом Меня удивило Что в Белоруссии Постоянно проходит Что-то в сфере экономики Какие-то форумы Какие-то слеты Какие-то мероприятия Экономические С приглашением Иностранных компаний С приглашением Бизнеса Из других республик Это вот Очень такая Интересная деталь Ну Вообще Я Как вот Оценивая Отношение Белоруссии К другим странам Это Экспортно ориентированная Экономика Белоруссии Она и определяет В основном Отношение К странам Зарубежным И это правильно Потому что Любая Политика Пределяется экономикой Может у вас уже И свои любимые места Появились Куда бы вам Хотелось В свободное время Приехать Подумать Погулять Отдохнуть Отдыхать К сожалению Времени нет Времени очень мало Для этого Поэтому Скажем так Выходить В выходные дни Куда-то Вот я где живу Есть набережная С Висловичи Хорошее место Где можно погулять Вечером Поэтому Выходим Иногда Вот если бы из Молдовы К вам приехали Ваши друзья Куда бы вы их сводили В первую очередь Ну смотря чего Не хотят Если в ресторан Если на вашу Ну конечно Как чисто познавательно Это район Немеги Безусловно Если это лето То это Минское море Если это дети И развлечения То это парк Горького Обязательно Я очень хочу побывать В филармонии Белорусской Не приходилось еще бывать В одной Агроусадьбе Был я буквально недавно Это очень интересное место Недалеко от Минска К километра По-моему 30 всего лишь Вот я думаю Что агроусадьбе Это как раз Вот тот Тот сегмент Туризма Который очень востребован Может не до конца Сейчас Но в будущем Он будет востребован Еще больше В Белоруссии Потому что Вы знаете Вот это спокойствие Прекрасная природа Особенно Это если находится Где-то у леса Это и по гребе Можно сходить И если озеро Недалеко То и пора бачить Сами хозяева Агроусадьбе Создают такую атмосферу Что оттуда Просто не хочется уходить В Молдове Есть подобные Но у нас Немножко по-другому Сделано Значит У нас есть Сельские тропы Где туристам Туристам предлагают Быт сельский Того Другого времени Старого времени Древнего времени Это небольшие хаты Это Быт Вот тех времен Это Печка Скажем Называется Русская печь Но печь большая В одной комнате Такой обиход Простых Простой Посуды Стола Простого Тесаного Скамеек Пища Такая же Она грубо Но очень вкусная Натуральная пища Это очень интересные Такие моменты Национального Туризма Которые Привлекают Сегодня Астранцы Очень серьезно В Молдове Поэтому Я думаю Что Как в Беларуси Агроусадьбы У нас Туризм Сельские тропы Они имеют будущее Я надеюсь Что все ваши планы Наши планы Будут реализованы Думаю Что мы будем Чаще ездить Друг к другу В гости Отдыхать Путешествовать Больше узнавать Друг о друге Больше Внедрять Ту кооперацию Которую Вы также Говорили В нашем интервью Спасибо вам большое За время Которое Вы нашли И Пришли на наш проект И ждем вас К нам В гости На нашем канале Спасибо Успехов и вам Спасибо Спасибо